В эфире национальная вещательная компания Саха «Квадратный метр». Программа не только о строительстве. Сегодня мы поговорим про объемы и деньги. Меня зовут Александр Лысак. Здравствуйте. Масштабные задачи, которые обязаны выполнить – ввести 600 тысяч квадратных метров жилья в Якутии, собираются за счет частного домостроения. Комфортное жилье каждому. Регион получил от федерального центра дополнительные 2 миллиарда рублей для выполнения программы переселения из аварийного жилфонда. Взаимовыгодное сотрудничество. Якутия смогла привлечь несколько миллиардов рублей частных инвестиций для строительства детсадов в районах республики. Начнем с позитивной новости. Якутия стала обладателем золотого знака 24-го международного фестиваля «Зодчество». В смотре конкурса «Градоустройство». Награду получили в номинации «Региональные и муниципальные мероприятия». Фестиваль проходил с 14 по 20 октября в Москве. Международный фестиваль «Зодчество» – смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Первый фестиваль «Зодчество» состоялся в 1993 году. Его главная цель – развивать и повышать уровень мастерства в архитектурной сфере. По итогам 2015 года число посетителей фестиваля превысило 12 тысяч человек. Участниками выставки стали более 200 архитекторов и архитектурных бюро. Особое внимание члены жюри обратили на международный конкурс ландшафтно-архитектурной концепции комплекса «Земля Алан-Хо», который и получил золотой знак. Напомним, он подразумевает создание в пределах Якутска, конкретно в районе улицы Автодорожная, кластера с креативной экономикой на культурной основе мирового шедевра Алан-Хо. Говоря простым языком, появится многофункциональный объект – международный центр «Алан-Хо», алмазно-ювелирный центр «Кудай-Бахсы», IT-парк, рекреационная зона с этнографическим комплексом «Аллас», а также инновационное поселение на 4 тысячи жителей. И это только первая очередь объекта. Якутия стала настоящим открытием 24-го фестиваля зодчества. Самобытность и традиции народа Саха передаются в образы архитектурных объектов, проектируемых и построенных на территории республики. Конечно, награды – это не повод забывать о работе, тем более у республиканского Минстроя ее еще много. В 2016-м в республике необходимо ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. 340 тысяч – это площадь многоквартирных домов и 260 тысяч – индивидуальное жилье. Планы невероятно амбициозные, потому что раньше столько не строили. Однако, по словам главы Якутии Егора Борисова, поставившего такую задачу, учитывая темпы строительства последних лет, все вполне решаемо. 5 лет назад мы строили два раза меньше жилья. Сегодня мы удвоили строительство жилья в республике. Если ездить по населенным пунктам, по городам республики, это не только в столице республики, это в каждом населенном пункте, в каждом районе, в городе, в наследии строится жилье, и это очень отрадно. В прошлом выпуске я рассказывал, что за 9 месяцев этого года уже введено 300 тысяч жилых квадратов. Рост отмечается именно в возведении частных построек. По сравнению с прошлым годом он составляет 23%. Опережать показатели помогают беспроцентные кредиты и субсидии. Выделяем необходимые средства под парагами индивидуальной жилье. В том числе, в последние годы выделяли средства на инженерное обустройство новых кварталов. В том числе, в этом году тоже 195 миллионов рублей выделили. В списке передовых по вводу частных домов около 20 муниципальных образований, в том числе Амгинский район. В этом году здесь планируют ввести 11 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Завершается строительство обеспечения детей в среду качественным жильем. Это у нас на 23 квартиры в декабре месяце должно закончиться. По всему району у нас будем внедрять дома. Это построительство из жилья, например, получили из республиканского бюджета 67 семей. Они будут сейчас внедрять на 6 тысяч квадратных метров. Но не везде работа ведется должным образом. В пяти северных районах не введено ни одного квадратного метра жилья. Главная сложность в арктической зоне – это транспортная логистика. Но, несмотря на преграды, многие отдаленные от центра муниципалитеты все же справляются с поставленной задачей. По программе обеспечения жильем молодых семей всего получили поддержку 64 семьи на общую сумму 63 миллиона. В этом году мы планируем ввести более 3 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день выполнено 50% от запланированного объема. До конца года остается три месяца и у многих возникает резонный вопрос – а успеем ли? Об этом журналисты спросили представителей республиканского Минстроя, и они ответили, как вы думаете, успеем. В четвертом кварталу у нас в основном ввод жилья происходит. Это связано с нашими калематическими условиями. И калематическими, ну и такими нашими национальными особенностями, можно сказать. И что летом население занято сенокосными работами, подготовкой к зиме. И к строительству индивидуального жилья приступает после завершения вот этих работ, где-то к сентябрю месяцу. И фактически вот, то есть уже переселяются где-то к ноябрю, к декабрю месяцу, когда уже все внутренние работы завершаются. Подчеркну, что достигнуть показателей должны еще и с помощью нескольких программ. Продолжение следует... Отметим, что в масштабный план входит и переселение из аварийных домов. В этом году в Якутии ликвидируют 122 тысячи квадратных метров ветхого жилфонда. Если брать цифры по стране, то до конца программы, до 1 сентября 2017 года, необходимо расселить еще порядка 5 миллионов квадратных метров, в которых проживает 324 тысячи человек. И все регионы, отстающие от графика, должны принять экстренные меры. Соответствующее поручение было дано 21 октября по итогам Всероссийского селекторного совещания под председательством вице-премьера страны Дмитрия Казака. Ряд регионов, в том числе Саратовская, Тверская и Амурская области, республики Карелия, Тыва, Коми и Дагестан до сих пор не расселили дома, жители которых должны были переехать в новое комфортное жилье еще в 2015 году. Это совершенно недопустимо. Якутии в списке нет, однако это не значит, что у нас все безоблачно. В 2012 году, когда программа только начиналась, по всей России уровень ветхого жилья составлял около 3%. На Дальнем Востоке уже 5%, а в Якутии все 15%, больше, чем в других регионах. Поэтому и строим ударными темпами. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, республика занимает седьмое место среди 85 регионов России по объему введенного жилья. Кстати, Якутия стала первым из субъектов, получивших дополнительно 2 миллиарда рублей на реализацию данной программы. Подписание дополнительного соглашения к договору о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья между Фондом содействия реформированию ЖКХ и правительством Якутии состоялось не так давно в Москве. А как мы добиваемся финансирования? Конечно, мы должны то, что для себя наметили, то, что мы должны вкладывать со своей стороны, со стороны региона, участвовать в софинансировании, то мы это обязательство выполняем полностью. И в результате к нам пошли навстречу и дополнительные 2 миллиарда дали. Это очень важный момент, но это очень нужный, потому что это в интересах якутян, которые живут в аварийном жилье. Мы программу, которую определили по состоянию на 1 января 2019 года, выполним. С 1 сентября 2017 года. Но мы сегодня просим и настаиваем, убеждаем, что эта программа должна быть продолжена в будущем. Иначе мы свои проблемы не решим до конца. Привлекают не только федеральные деньги, но и частные. В Якутии активно реализуют социально ориентированные проекты государственно-частного партнерства, в том числе в сфере строительства объектов образования. Для возведения детских садов в районах направлено 3,5 миллиарда рублей. Детские сады на 240 мест построят в Мае и Нижнем Бестяхе Мегино-Кангалавского района, в селе Сунтар Сунтарского улоса, в Барагонцах Усть-Алданского района. По 140 мест смогут принять сады в Тюнгюлю Мегино-Кангалавского района, в поселке Батагае Верхоянского района и в селе Итыкюль Татинского района. Всего же подписано 16 соглашений по созданию детских садов в 12 муниципалитетах Якутии. Строятся, например, дошкольные учреждения и в Верхневилюйском районе. В Якутии, как и в других регионах, из года в год становится длиннее очереди в детские сады. В центре Верхневилюйского района, в местности Третий Берелях, строится новый детский сад. Трехэтажное здание на 3000 квадратных метров охватит 240 дошкольников по 12 группам. В селе Кентик тоже строится долгожданный новый детский сад на 75 мест. Забили сваю три года назад. Сейчас остались мелкие работы. Детский сад воспитывает 55 ребят, которые поделены на две группы. Ввод нового здания полностью ликвидирует сельскую очередь в дошкольные учреждения. На этом все. Вы смотрели квадратный метр. До свидания.